Наш вам пламенный! С вами Абзац, рубрика от трудящихся для трудящихся. Очередной обзор новостей рабочего движения. Поехали! Delivery Club пробивает очередное дно. Казалось бы, об отвратительном отношении к работникам со стороны отечественных сервисов доставки еды за последние годы мы узнали всё. Невыплаты зарплат, незаконные увольнения и штрафы, тяжёлые условия труда, хамское отношение со стороны руководства и многое другое. Но Delivery Club пробивает очередное дно. В Владивостоке указанный сервис доставки еды угрожает курьеру Олегу Евченко увольнением за отказ отработать 14-часовую рабочую смену в день похорон матери. При этом работник заранее сообщил работодателю о дате похорон, предоставив все необходимые документы. Но господа были непреклонны. Вместо соболезнований и законного отпуска в связи со смертью родственника, в статье 128 ТК РФ, работник получил штраф за невыход в день траура. «Мне всё равно, ведь сейчас нехватка курьеров», — сообщила работнику супервайзер Ксения. «Ничего личного. Просто бизнес». Новость активно обсуждалась в социальных сетях. Причина такой популярности лежит на поверхности, случай на редкость отвратительный, даже для известного своим хамским отношением к сотрудникам Delivery Club. Что ещё более прискорбно, так это неоднозначная позиция комментаторов по отношению к случившемуся. Помимо большинства сообщений, наполненных состраданием и праведным пролетарским гневом к толстосовым владельцам, обнаруживалось ещё и откровенный социал-шовинизм в духе Марии Антуанетты с пирожными, критикующие саму работу и людей, на ней работающих. Мол, нечего заниматься подобным, надо получать качественное востребованное образование и следом хорошую, воскоплачиваемую работу. Трудно сказать, это идеологическая позиция или просто отсутствие мозгов. Важно другое. На этом примере мы видим, как трудящиеся, имеющие чуть лучшее положение ради сохранения своего места, а главное прибыли хозяевам, которые кидают кусок чуть пожирнее, готовы становиться бессердечными тварями, если их работа состоит в контроле над трудом тех, кто ниже в корпоративной иерархии. Хочется задать вопрос этой Ксении, как тебе не стыдно? В Алтае неспокойно. Работники предприятия Нортек в Барнауле, которые действуют на базе Алтайского шинного комбината, отказались выходить на смену после того, как 15 февраля им выдали в качестве зарплаты непривычно маленькие суммы. Завод выделяется на фоне других предприятий города. Жесткая дисциплина и работа не из легких компенсировалась довольно высокой для барнаульских рабочих зарплатой. Но все хорошее при капитализме быстро заканчивается, особенно с приходом в руководство дельцов из столицы. После перехода предприятия под контроль акционеров из Москвы, новые хозяева решили, что простые работяги с Алтая слишком много зарабатывают. Видимо, у власть придержащих и их обслуги это какая-то болезнь. Рабочий живет как барин. Он в сапогах ходит, чай пьет каждый день. Деревня староста так не живет, как рабочий. 16 февраля руководство предприятия встретилось с рабочими и объяснило, что в заморозке подверглась часть премии и надбавок. Размытое обещание начальства урегулировать ситуацию и вернуть прежние зарплаты не внушили работникам предприятия доверие, и часть из них отказалась работать. Ждать денег рабочие готовы до 21 февраля. Если к тому времени с ними не рассчитаются, на предприятии возможна полномасштабная стачка с остановкой большей части цехов. Когда в сентябре 2021 года поменялось начальство, закупили новое оборудование, расширили производство, что, как нетрудно догадаться, требует крупных инвестиций, наняли новых сотрудников, даже дополнительное финансирование в десятки миллионов рублей из бюджета Алтайского края получило. И пока все шло хорошо, работали методички с высшей школы экономики и прочих мест, где учат современному бизнесу, той теорией, которая изогнала весь мир в тотальный кризис без возможности оттуда выбраться. Тогда и сотрудников не забывали. О чем и объявил новый управляющий директор Владимир Воробьев. Основной актив предприятия – это люди, работающие на заводе. А тут бац, отягчение кризиса из-за пандемии. К тому же конкуренцию никто не отменял, к которой господин Воробьев, как он сам выразился, относится философски. И теперь вот требуется сэкономить на основном активе, на людях, которые не могут отнестись с пониманием к сложностям в управлении предприятием, так как от этого зависит жизнь их и их семей. Сотрудникам Новотек мы желаем стойкости и успеха в их начинании и будем следить за новостями. Украинские таксисты бастуют. Таксисты города Запорожья требуют повышения тарифов на 20%. По словам работников, нынешние тарифы экономически необоснованы. И это при том, что цены на топливо постоянно повышаются. Уважаемые пассажиры и гости города Запорожья, мы хотим обратиться к вам всем с просьбой 14-го числа простить нас и понять, потому что будет большой невывоз. Забастовка была назначена 14 февраля, день влюбленных. Иронично. Любовь работодателей, думаем, каждый уже почувствовал на своей собственной шкуре. Заметим, что мы не против низких цен на услуги, в том числе на такси. Однако частенько бизнесмены занижают цены до минимума ради привлечения большего числа клиентов. Цель дельцов не в том, чтобы сделать услуги для населения доступнее, а в получении еще большей прибыли для себя любимых. Расплачиваются же за дополнительные барыши для господ простые работники. Рынок транспортных услуг, являясь частью всей рыночной системы в стране, в рамках нарастающего кризиса переживает не лучшие времена, как, впрочем, и остальные на той кризис. И повсеместно таксисты загнаны агрегаторами в угол условиями труда. Выказывают недовольство, как вы знаете, мы неоднократно освещали подобные забастовки, таксисты по всему миру вспышками хаотично. Так не пора ли уже объединиться с коллегами по стране и по всему миру, чтобы резко повысить эффективность борьбы за свои интересы, или попросту говоря, за свой кусок хлеба? Казахстан не утихает. 24 февраля работники филиала компании «Казах Автодор» в селе Подстепное Телектинского района не вышли на работу. Главное требование бастующих – вдвое повысить заработную плату. В среднем работники получают от 80 до 100 тысяч тенге в месяц, около 17 тысяч рублей. Помимо низких зарплат, рабочие недовольны и условиями труда, окрестив их адскими. Моя зарплата – 80 тысяч тенге в месяц. Это слишком мало, не хватает даже на еду. Работаю тут почти два года. Тяжело, мы постоянно в дороге, и зимой, и летом. Отметила рабочая компания Нурбек Кашгалиев. Кроме того, трудовые договора, со слов работников, компания не заключает. 8 лет отработала, у меня зарплата – 110 тысяч. 99 тысяч. Видите, она прыгает у меня с зарплаты. Я конкретно не знаю, сходу зарплату. У меня нет на руках договора. Трудового договора нет. Ни у кого нет. То, товарища с высокограниченной ответственностью «Казах Автодор» специализируется на обслуживании, содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования в Республике Казахстан. Ухудшать положение рабочих начали, когда компания перешла из государственной собственности в частную. Очевидно, невидима рука рынка и тут облажалась. С приходом эффективного собственника начались проблемы с техникой. По словам работников, техника простаивает годами, автопарк не обновляется. Работа ТО «Казах Автодор» вызывает немало нареканий и у водителей. Нечищенные трассы зимой, отсутствие дорожных знаков вряд ли порадует автолюбителей. В общем, неуспех у частной ныне конторы виден по всем фронтам. На забастовку вышли несколько десятков работников при общей численности коллектива в 60 человек. Для разрешения конфликта в путь выдвинулись директора компании «Казах Автодор» и «Казах Автожол», национальный оператор по управлению автомобильными дорогами. Казахские трудящиеся не перестают удивлять. Тотальная приватизация, как флаг, вдымаемый современными государствами, ни для кого не новость. Так же, как и то, что многие, очень многие успешные собственники в рамках реальности оказываются ни разу не успешны, так как их дарования не могут повлиять на крупномасштабные экономические процессы. У нас капитализм, вы у руля. Не получается? Так не латайте свои бюджеты, таская последние из карманов своих работников. Трудящиеся страдать от вашей никчемности не должны. Сотрудники ввода очистных сооружений требуют зарплату. Отказались выходить на работу и работники компании ООО УТС в поселке Бреды Челябинской области, устроив 14 февраля забастовку. По словам работников, зарплату они не видят уже три месяца. Проблему не помогло решить даже обращение в прокуратуру и Гострудоинспекцию, поскольку в ходе проверки выяснилось, что работники официально нетрудоустроены. Местные жители считают данную ситуацию чрезвычайной, поскольку в настоящее время обслуживать водоочистные сооружения некому. Скоро весна, начнутся паводки, а за качество питьевой воды, подаваемой всему населению поселка Бреды, никто ответственности не несет. Лабораторные исследования воды не проводились с сентября 2021 года. В случае малейшей поломки на водоочистной станции все Брединское поселение останется без питьевой воды, говорится в обращении работников водоочистных сооружений. В администрации Брединского района сообщили, что руководство муниципалитета обсуждает сложившуюся ситуацию, и все комментарии будут даны позже. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! И снова уже, к сожалению, ставшая привычной ситуация, когда жизненно важными объектами инфраструктуры управляют, причем хреново, частники. Что бизнес – это не только престижно, модно и круто, но еще это и непростое дело, получающееся далеко не у всех, почему-то не очевидно. Но главное, что сутью этого процесса является получение прибыли, которая зависит напрямую от эффективности управления предприятием. Этому мешает и кризис, и устаревшее, требующее замены и трат на амортизацию оборудования, и возможные форс-мажорные обстоятельства. Еще и сотрудникам о ужас надо платить. Кризис касается всех, а сервисовый аппетит и частные собственники, само собой, не хотят. Мы же помним завет Дмитрия Анатольевича. Вот только дельцы забывают, что люди могут объединиться и потребовать свое, и, скорее всего, вы отдадите. А на этом на сегодня все. Благодарим за просмотр, ждем ваших комментариев и репостов. Успехов в труде и удачи в борьбе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok